Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и добро пожаловать... Я даже не знаю, куда добро пожаловать, но точно в Майнкрафт, это я могу сказать вам точно. Если вы давно меня смотрите, если вы подписаны на мой второй канал, то вы знаете, что недавно совсем мы с Эдисоном переехали в Санкт-Петербург, и теперь мы живём с ним вместе. Также, если вы подписаны на мой второй канал, то вы должны знать, что я там выпускал рум-тур по своей комнате, где показывал всё, что есть у меня вот в этой замечательной комнате. Но, ребята, я не показывал самого главного, я не показывал всю квартиру, и сегодня, по вашим просьбам, только по вашим просьбам, я решил сделать очень странное видео. Я покажу вам нашу квартиру в Майнкрафте. Ребята, я построил полностью нашу квартиру в Майнкрафте, поэтому, если вы хотите видеть больше таких видео, то ставьте побольше пальцев вверх, и, возможно, я сделаю какую-нибудь вторую часть, и покажу вам ещё что-нибудь в Майнкрафте. Сейчас мы находимся в коридоре, как бы это было ни странно, мы ещё не в квартире, и, мне кажется, пора уже зайти. Ну что ж, друзья, мы попали к нам на хату. Вот он я, вот он я в реальной жизни, вот он я в Майнкрафте. Также вы сейчас можете увидеть это же самое место в реальной жизни. Это наш коридор. Ну да, это наша прихожая, где мы складываем наши вещички, и вот, в принципе, здесь больше ничего и нет. Хочу сразу перед вами извиниться, из меня строитель очень хреновый, и если я что-то построил не так, то, пожалуйста, не сердитесь на меня, но я очень-очень старался. В общем-то, здесь мы складываем наши вещи, и больше здесь ничего нет. А дальше у нас есть два прохода. Один ведёт на кухню, а другой ведёт у нас в другие наши комнаты, где мы, собственно, и снимаем. Но вначале я предлагаю вам пройти всё-таки туда, где мы снимаем. Сюда мы пока заходить не будем, и мы пройдём сразу же в мою комнату. Моя комната находится вот с правой стороны, и здесь я, ребята, сейчас сижу. Я сейчас сижу в Майнкрафте своей комнате, и в реальной жизни своей комнате, вы представляете? Это, на самом деле, очень и очень жёстко. Я не смог построить прям досконально ту же самую комнату, что и у меня, но моё рабочее место выглядит прям вот так вот. Тут стоит креслица, тут стоит вот такой вот стол, два монитора, и сзади меня стоят различные игрушки. Их, конечно, гораздо больше, да, их гораздо больше, но в Майнкрафте тут вместилось совсем немного, поэтому тут стоит криперюка. Вот он тоже там, тоже стоит, да. А, да, и, собственно, здесь у меня стоят шкафы, и тут у меня зеркало. Больше у меня в комнате, в принципе, ничего и нет. Также у меня тут есть ещё креслица и кроватка, на которой я сплю. На самом деле у меня не кроватка, а оранжевый диван. Но я решил поставить кроватку в Майнкрафте. Ну, не обижайтесь. Также у меня тут есть окошко, в которое я, в принципе, никогда не заглядываю. Да и не стоило лучше себя заглядывать, на самом деле. Потому что оттуда очень сильно светит, и я просто на всё окно повесил шторину. Поэтому там нифига, ребята, нету. Идём дальше. Дальше у нас поинтереснее. Дальше у нас комната Эдисона. Мою комнату вы уже видели и в рум-туре, и на моих видосах. А вот комнату Эдисона, возможно, вы не видели, хотя он тоже делал рум-тур. В общем-то, давайте посмотрим на комнату Эдисона. Комната Эдисона выглядит примерно вот так вот. У него стоит тут огромный шкаф, такое вот огромное зеркало, и тут, собственно, его рабочее место. Как-то тут немножко тесно получилось, на самом деле, в Майнкрафте. На самом деле, у Эдисона места маленько побольше, но всё же очень даже похоже на комнату Эдисона. У Эдисона тут есть также телевизор, на котором всякую фигню показывают. А ну, заткнись. Также у Эдисона тут есть, конечно же, рабочее место. Оно очень похоже на моё, только монитор у него стоит не слева, ой, не справа, а слева наоборот. А у меня, наоборот, справа, а компьютер у него стоит справа. Вот, собственно, и все отличия. Сзади Эдисона стоят различные игрушки, но я их решил не ставить, потому что в Майнкрафте это очень сделать сложно. Но знаете, что здесь стоят различные игрушки Эдисона, и тут ещё есть картина. В принципе, картину можно сейчас нам и поставить. У него где-то вот так вот стоит тут такая вот картина, которая почему-то исчезла. Но это не важно. Ну что же, пройдёмте дальше. Далее, друзья, мы отправимся в кладовку. Да, у нас есть кладовка, в которой мы храним различные ненужные вещи. Там есть у нас вешалка для вещей, есть у нас всякие шкафчики, в которых лежит всякое барахло. Всяком пылесос там и прочая дичь, которую мы используем очень-очень редко. Поэтому сюда, в принципе, мы даже и не заходим, можно закрывать дверку. Теперь мы, ребята, отправимся в зал. В зале мы тоже записывали с Эдисоном очень много роликов, возможно, вы даже их смотрели. И он выглядит примерно вот так вот. У нас тут стоит большой серый диван, и напротив него стоит телевизор. Конечно, телевизор у нас не такой, но в Майнкрафте не было другого телевизора, поэтому я решил поставить такой. Также тут есть различные шкафчики, в которых у нас лежит тоже всякое барахло. И тут, ребята, эти два замечательных стульчика, с которых в одном из своих влогов мы даже упали. Если вы смотрели, то ставьте лайк и пишите в комментарии, в каком влоге мы упали с этих стульев. И тут у нас ещё стоит гладильная доска и картина. К сожалению, в Майнкрафте нет прям такой картины, которая у нас, но, в принципе, тоже сойдёт. И самое главное, друзья, вы в каждом видео просили показать кухню. Мы ещё нигде не показывали кухню, кроме наших трансляций в Инстаграме. Кстати, тоже лайк, если вы их смотрели. На кухне мы обычно что-нибудь готовим. Как бы это было ни странно, мы вдвоём что-нибудь готовим, а потом хаваем. Мы не питаемся всякими дошираками, а мы реально питаемся нормальной едой. Поэтому кухня это то место, где мы проводим довольно-таки много времени каждый день. Также у нас есть вот балкончик, на который также можно выйти и тут посидеть. Тут у нас есть два стульчика, мы сидим, наслаждаемся видом. Какая-то овечка стоит. Ну, в общем, таким вот мы видом наслаждаемся. Балкончик, на самом деле, у нас тоже большой и очень удобный. Да. Вы также могли заметить, что тут есть целых два прохода на кухню. Вот отсюда и вот отсюда. И когда мы только первый раз пришли в нашу квартиру, мы даже иногда терялись. В общем-то, вот здесь вот у нас, ребята, есть туалет. Он довольно-таки обычный, в нём даже нету крыши. Я забыл её построить почему-то, я не знаю почему. У нас вот такой самый обычный туалет, в котором даже нету ванны. И просто стоит туалет, раковина и стиральная машина. Больше в этом туалете ничего-то и нету. Но у нас, ребята, есть ещё один туалет, который находится вот здесь. И тут у нас уже туалет получше, в нём есть ванная. Тут есть, ну, душевая... душевая фигня забыл, как она называется. Дуршлаг, не дуршлаг. Не знаю. Также есть туалет и есть такие прибамбасы, чтобы чистить зубы, там, умываться и прочие дела делать. Ну и, конечно же, туалет. О, да. Честно говоря, друзья, я уже даже и не знаю, что вам ещё показать. Я показал вам полностью нашу квартиру в Майнкрафте. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Я очень старался, когда строил эту карту. Попытался всё изобразить так, как есть на самом деле. И если вы хотите, чтобы я скинул ссылочку на эту карту, или, я не знаю, сделал бы что-нибудь ещё в Майнкрафте из реальной жизни, то ставьте большущий палец вверх, и я обязательно сделаю. Ну, а вы подписывайтесь на мой второй канал, чтобы не пропустить новые ролики из реальной жизни. Подписывайтесь на мой основной канал. Подписывайтесь на Инстаграм, чтобы следить за нашими фотографиями. А с вами был Жека. Всем удачи и до новых встреч!